Всем привет! С вами Алис Парри. В этом видео я вам хочу показать мои фавориты за 2014 год. Я записала уже видео одно, рассказывая, что как мне нравится. Потом, когда я уже начала все это монтировать, мне показалось, что слишком много каких-то вещей я выбрала. И оказалось, что мое лицо вообще было полностью не в фокусе. И я такая, what? Я решила, что я не буду такое видео загружать, поэтому я решила специально для вас это перезаписать. И в этот раз я выбрала только те вещи, которые я действительно просто не могла бы обойтись за весь этот год. Поэтому, если вам интересно посмотреть, то, пожалуйста, никуда не переключайтесь. Так, первая вещь, о которой я бы хотела с вами поделиться, она несравненно стала номер один вообще за весь мой год. Это палетка Naked от Urban Decay, самая первая. Я ее покупала здесь, в Майами, только когда я еще первый раз приезжала. То есть это было три года назад. Naked использованный, потом пак использованный, half-baked. То есть половины уже здесь нет. Но я никогда ее не упоминала о своих фаворитах, по-моему, если я не ошибаюсь. Но хочу сказать, как я ее любила за весь прошедший год. Неважно, какой бы я хотела сделать макияж. Либо это естественный, либо просто бывают дни, когда ты не знаешь, что себе сделать, какие тени, какой макияж глаз себе сделать. И она реально была выходом для меня, потому что я просто брала один любой цвет из этой палетки. Насила на целое веко, растушевывала, делала такой легкий smokey eyes. И макияж выглядел безупречно. Также мне очень нравится третья, самая последняя. У меня, к сожалению, третья нет. Есть она у Юлианы, поэтому я иногда у нее беру. Она мне тоже безумно нравится. Но третья, она тоже теплых тонов, но она более таких розоватых. И цвета шампанского, она такая более романтическая. Не буду изменять самой первой. И она стала несомненным номером один вообще за весь год. NYX HG Studio Finishing Powder. Это пудра прозрачная, она белая. Чем она мне нравится? После того, как я сделаю тон лица, контур, хайлайтер, все закончу. Самое последнее, что я делаю, это наношу такую прозрачную пудру. Что она делает? Она фиксирует тон на месте и позволяет коже выглядеть матовой намного дольше и держать сам тон. Она стоит буквально 15 долларов. И это уже, наверное, четвертая такая баночка у меня с этой пудрой. И я ее просто обожаю. Я знаю, что она прототип от Make Up For Ever HD Powder. Но я пробовала. У меня был пробник от Make Up For Ever. Они работают абсолютно то же самое. Только разница в том, что NYX стоит намного дешевле. Make Up For Ever стоит около 40 или 50 долларов. Поэтому я отдам предпочтение и буду отдавать от NYX. Oil Observing Sheets от Clean & Clear. Я ни разу в своих видео, если я не ошибаюсь, не упоминала о том, что я пользуюсь вот этими салфетками, если как их можно назвать. Эти салфетки от жирного блеска. И я бы не представила каждый день без них, потому что они реально спасают мой макияж. От Clean & Clear он не размазывает тон, не оставляет никаких следов. Просто впитывает сам жирный блеск на лице и оставляет кожу матовой. И для волос у меня также только два самых несравненных фаворита. Кокосовое масло и биотин. Плюс в том, что ты можешь выпекать. Как вы знаете, я люблю очень выпекать, но я делаю это здоровыми более такими рецептами. И кокосовое масло, оно прекрасно заменит обычное сливочное или подсолнечное, если вы используете. Оно намного полезнее для вашего организма. Когда бы я чувствую, если у меня кончики сухие и нужно волосам такое глубокое увлажнение, то я сразу делаю маску для волос. Опять же, много раз я упоминала о своих видео, как я люблю пить биотин. Я его начала пить два года назад, как только я сюда приехала. И у меня всегда была проблема, я не могла отрастить себе волосы, еще когда была в России. И здесь я нашла для себя, открыла биотин. Я попробовала и буквально спустя три месяца я увидела результаты. И после этого я просто не переставала его пить. Я постоянно меняю любые бренды, но что я не меняю, так это 10 тысяч MCG, чтобы здесь было написано. Я знаю, что это, наверное, плохо пить, не переставая на таком долгом протяжении времени. Но мне нужно сделать перерыв. Я знаю, я сделаю перерыв, потому что это плохо. Я пью этот биотин просто не переставая. Я отсылала подружкам в Челябинск. Они также слышали о том, что я постоянно говорю в видео об этом биотине. Они, наверное, видят результат, что у меня волосы длиннее намного стали. Я не профессионал, не могу сказать, что он всем подойдет. Он может не всем подойти, не у всех может быть результат. Я также не представила бы этот год для него. Я как-то давненько делала целое видео о том, что я использую, как я отбеливаю зубы в домашних условиях. Но я не хотела делать новое видео только потому, что средства, которые я использовала раньше, я до сих пор продолжаю использовать по сей день. И это незаменимое средство, которое у меня стало в этом, опять же, году. Это 5-Minute Plus White Whitening Gel. Я его покупаю в drugstore, в любом, который здесь есть. CVS, Walgreens. Он стоит буквально 5 или 6 долларов. Это самый бережный отбеливающий гель, который бы я нашла. Я пользовалась такими полосками отбеливающими от Crest 3D White. Но они, после них у меня очень болели зубы, поэтому я сразу перестала ими пользоваться. Этот самый бережный, если у вас чувствительные зубы, но вы, опять же, хотите как-то поддерживать белизну зубов, то я бы посоветовала именно такой гель. Он недорогой, и он будет бережно постепенно отбеливать зубы. Я им пользуюсь буквально раз в две недели, чтобы поддерживать просто белизну своих зубов. И он просто стал моим помощником. Кроме него я больше, в принципе, ничем не пользуюсь. Также хотела бы поделиться с вами любимыми приложениями для редактирования фотографий. И с помощью Afterlight я обрабатываю каждую свою фотографию. Не знаю, как бы я без нее обошлась. И в ней много разных функций, от яркости и контраста до наложения специальных гвистовых эффектов. И второе приложение это Big Collage. С помощью его я создаю все свои фоновые картинки для видео. Им очень легко пользоваться, создавать свои эффекты. И, что самое главное, в нем полно очень классных стикеров, которые можно накладывать на фотографии. Последний фаворит в этом году, которым я хотела с вами поделиться. Это духи Dolce & Gabbana Light Blue. У вас самых-самых любимых духов, которые у меня были, это Dolce & Gabbana El Imperatriz и Light Blue. Но я все-таки отдам предпочтение только одним Light Blue, потому что он останется у меня один из самых-самых любимых ароматов. Я не знаю почему, но я чувствую, что это просто мой аромат. Я не привыкаю к нему. Он очень легкий. Очень долго, во-первых, держится на тебе. Он не выметривается. И как он оставляет шлейф. И, наверное, вот когда ты чувствуешь и найдешь свой аромат, и ты вот знаешь, что это твое, вот я, наверное, его нашла. Он постоянно ко мне приходит и уходит. Я то пользуюсь, то не пользуюсь. Но вот этот год я бы хотела завершить этим ароматом. И так на этом все. Это были все мои фавориты за 2014 год. Я знаю, что их было не особо много, но, как я уже говорила, я отсеяла большую половину с того, что я первый раз выбрала. Только потому, чтобы подсуммировать и сделать только те вещи, которые реально я бы не обошлась бы в этом году. Надеюсь, что в 2015 год будет много лучше и прекраснее все наши мечты и то, что мы задумали. И все это сбудется в этом году обязательно. И всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, мое видео вам понравилось. Если так, то, конечно же, не забывайте ставить мне палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Я вас очень сильно люблю. Вижу вас в следующем видео. Пока.